Здравствуйте, друзья! Мы тут в гостях в такой большой-большой студии. Я так сейчас панорамно. Женечка, сделайте нам ручкой. Вы видите, что тут все не просто. Мы сейчас будем разбираться, что вообще тут люди делают. Конфеты такие большие висят. Камеры. Ой-ой-ой-ой. Здесь была партия. То, что тут было недавно. Вон там, видите, грибок торчит. Вот это грибок несъедобный. Там была партия. Вот. Ну, сознавайтесь теперь, что здесь происходит. Так, представляйтесь. Меня зовут Алексей Колосков. Я ко-фаундер школы Фотиджи. Это онлайн-школа. Фотиджи? Фотиджи. Это как продиджи, только фотографии. Окей. Это вот Женька придумала название. Так. Мы учим предметные фотографии. Предметная – это как? Это коммерческая, рекламная, ну, как то, что называют здесь, стиллайф, но именно коммерческая. А по-английски как будет предметная фотография? Это продакт фотографии. Продакт? Продакт, да. Хорошо. А кто заказчик предметной фотографии? Кто за это деньги? А, бизнес. Бизнесы, которым нужно выложить продукт. Это, может быть, рекламная фотография. Ну, грубо говоря, бутылки с пьем. Вот открываются. Портнов компьютер скул. Что было бы для нас такой фотографией? Я боюсь, что вот у вас, как раз, предметки бы, наверное, не было. Потому что у вас больше лайфстайл. Так. Вам нужна фотография, это классы с людьми, которые сидят, учатся там, с счастливыми лицами. Это как раз то, чему мы не учим. Так. Потому что там есть люди. Мы учим наши студенты-интроверты. То есть те, кто, тем тяжело фотографам, которые работают с людьми, они работают с бутылками или с там предметами, которые могут позировать им вечно. То есть это как бы подраздел график дизайна, фактически, да, или как понять? Нет, это рекламная фотография именно, ну, вот без людей, которые... У нас есть племянница, у Светы есть племянница, которая закончила арт-каллдж в Сан-Францискох. И она сразу после этого делала какие-то этикетки для вин. Она делала... Она их рисовала, она не делала фотографии. Она все методы комбинировала. Она вместе сводила, брала какие-то фотографии и сводила вместе. Да, я думаю... Она не делала, она использовала чьи-то фотографии. Да, график дизайнер – это один из потребителей в процессе создания рекламной фотографии или вообще рекламной кампании. Там участвует фотограф, может, видеографер, график дизайнер, который все это комбинирует, потом... Это, по идее, должно быть что-то очень хорошо оплачиваемое. То есть, если, скажем, бизнес заказывает что-то такое для бизнес-цены... Потенциально, да. Это все-таки коммерческий продукт. Да, это коммерческий продукт. Там цены, в общем-то, в среднем выше, но есть нюансы. Ну, например, когда это делается, фотография для сайта на белом фоне просто лежит тапочкой, грубо говоря, и этих тапочек 500 пар, то там немного платят. Ну, это тоже продакт. Это тоже продакт. Ну, скажем, eBay какой-нибудь или там... Да, да. Ну, eBay они не будут, конечно, к которым обращаться. Они у нас купят класс, чтобы самим сделать. Это тоже есть. Вот. Но... Ну, кстати, у нас процентов 30, наверное, наших студентов, это как раз не фотографы, это как раз бизнесы, которые не хотят тратить деньги на фотографов. Понял, понял. То есть, скажем, я понял, вот я как YouTube-блогер, например, если мне нужна заставка к видео, то это не продакт-фотография, это уже график-дизайн. То есть, какая-то комбинация, там, тексты, там, может быть, даже счастливое лицо, там, не дай бог. Да. Это вот студии есть, которые могут это сделать, в которых, если фотографы, это какие-то фотографические студии, которые, бывает, делают целиком решения, да? Угу. Когда это уже, грубо говоря, с подборкой шрифта, там, цветов плюс фотографии. Угу. Но вот мы учим конкретно фотографии, да. Значит, у вас онлайн-школа, не живьем. Онлайн. А вот, если не секрет, это много народу проходит за год, например? За год трудно сказать. У нас как бы... Вот зарегистрировано у нас 42 тысячи пользователей. У нас по всему миру. Пользователей чего? А, веб-сайта. То есть, чтобы получить доступ даже к бесплатным каким-то урокам, нужно зарегистрироваться. Вот. У нас очень много бесплатного контента. С этого мы начинали. Вот. Но платных... Там по-разному. Я даже не могу... А у вас есть какие-нибудь уроки, допустим, пробные, там, на Ютубе? Конечно, да. Канал на Ютубе есть. Люди, которые... Люди, которые берут эти классы. Угу. Это просто сотрудники каких-то организаций, которых послал предприниматель, или это люди, которые торгуют сами на eBay, или это, ну, где-то торгуют, на Амазоне. И им нужно для себя. Или кто это вообще? Или люди, которые думают, вот я люблю там фотографию, пойду выучусь и начну профессионально зарабатывать. Угу. Ну, есть несколько групп. Я бы сказал, так попытаюсь сейчас разделить. Есть студенты, которые закончили арт-институты, которые проучились там пару лет. То есть профессионалы, фактически? Они еще не профессионалы. Они, в общем-то, ничего не умеют, кроме как диплома. Фотографировать они, к сожалению, не умеют. Они идут к нам, чтобы получить реальную фотографию, ну, опыт, очень, как бы, как это сказать, first-hand, короче, реальный. Я извиняюсь, вот то, что они получили вместе с дипломом, это что-то стоящее, или это вот какой-то разводилово такой, диплом дали, а толку никакого? Основываясь на том, что я знаю, я, как бы, общаюсь с ребятами, это, в общем-то, больше разводилово сейчас. Раньше это было, больше работало, сейчас, ну, у фотографа никто не спросит диплом. У фотографа посмотрит портфолио. Да. И если фотограф за два года там сфотал совсем чуть-чуть, и это что-то простое, там дело в том, что очень простые вещи показывают обычно. В институт? Да. Угу. Сложное там, ну, не делают. И если у него этого нет в портфолио, то неважно какой-нибудь диплом. Ведь заказчик, он, ну, вообще не знает ни про института, ничего. Ему нужна фотография красивая, своего продукта, да? Он смотрит то, что он видит, ему или нравится в портфолио или нет. Вот эти люди, они потом работают где-то по найму или это в основном они должны self-employment какой-то? Можно и по найму. Есть работа. Ну, лет начиная 10 назад и потом он так затухает. Когда смартфоны появились и все стали сами снимать. Когда стали дешевые фотоаппараты, диджитал, диджитал вышел и все. Да. И типа, мой друг снимет лучше, вернее, как минимум в 10 раз дешевле, чем ты, у него камера даже лучше, чем у тебя. Да. Он там, у него камера круче, все. И человек, который зарабатывал, начинает терять бизнес. А в нашей фотографии это очень-очень техническая фотография. Это вообще инженеринг, это работа со светом. Не с эмоциями, не с камерой, не с линзой. Я могу на iPhone снять вещи, которые человек не снимет на 30-тысячную камеру, потому что он не знает, как свет ставить. То есть дело не в камере, не в линзе, а дело в свете. То есть сегодняшний iPhone дает столько пикселей? Да. И не нужна большая камера дорогая? Ну, то есть, в принципе, нужна для определенных заданий, но то, как оно будет выглядеть. У меня есть посты, там, могу прислать. Я фотографировал, есть камера, которая, когда новая была, она стала 30-тысяч долларов. Это хазоблат камера. И я ей фотал, сфотографировал стакан с виски, и сфотографировал тот же стакан с виски iPhone. И я сделал блокпост, поставил две фотографии. И сказал, угадайте, где с фото на iPhone, а где вот этой камерой. Да. И, в принципе, примерно было 50 на 50. Ну, то есть, невозможно было угадать, глядя на фотографию на вебе. Вы могли еще сжульничать. Вы могли с iPhone правильно свет поставить, а с камерой не правильно? Свет был одинаковый. Весь прикол в том, что свет был совершенно одинаковый. Там все было одинаковое, там только было фокусное расстояние разное. Но вот сказать по на вебе невозможно, когда на веб. Это маленькая фотография. То есть, получается, если блогер, например, покупает дорогую видеокамеру, то он фактически выпендривается. Взял бы iPhone там и снимал. О, ну конечно. Камеру покупаешь не для результата, а для себя, чтобы было приятно. У меня большая, хорошая камера. Обычная. Я когда смотрю где-нибудь, да, знаете, по каталогам там, бывают такие камеры, я бы такую хотел. Она такая большая. Да, да. У нее такой... Ну, то есть, вот, допустим, вышел с такой камерой на берег океана, все девки мои. Понимаешь? Да. Если линза еще длинная. Да. Да. Камера это для фотографа, не для фотографий. То есть, сегодняшние смартфоны как бы вполне самодостаточные. Как бы им не хватает линз, если уж так быть. Зум, все дела нет, но в целом по качеству. Слушайте, а прошло время, когда люди вот там на пленку там проявляли ее? Ну, в основном да, но любители есть еще. То есть, не то, что, скажем, можно получить на пленке такие эффекты, которые нельзя получить, скажем, цифрово? Нет, такого нет. Наоборот, да. Ага, потому что некоторые говорят, что вот там все равно кое-что приходится делать на пленках, потому что вот так не сделать вот больше никак. Не-не-не, сейчас все можно сделать в фотошопе, пленка. Пленка для ощущения больше. Как я понимаю, где-то ностальгия, где-то сложность процесса, интерес вызывает. А вот пару слов скажите, как вы пришли к этому ко всему? Вот по образованию вы кто? Инженер. Я киевский политех закончил в 97-м. По какой специальности? Это было химическое машиностроение, лазерные технологии, что-то там было сложное. То есть, вы фактически закончили его в тот момент, когда работы под это дело не было? Да, работы совершенно не было. Я работал официантом, работал охранником, работал, в общем, кем только не работал. То есть, вот такой, можно сказать, вам было совершенно необходимо эмигрировать? Эмигрировал я как программист. То есть, вы стали программистом в Киеве? Или захотели им стать в Киеве? Ну, я больше захотел им стать, чтобы уехать из Киева, скажем так. То есть, вас взяли как бы под то, что вы научитесь? Да, можно так сказать, да. То есть, вы были поэйчом Англии и жили в Атланте? Да. Пару слов. У нас очень много зрителей, которые думают, куда поехать, где вообще легче устраивается эмигрант. Я понимаю, что вы были по H1B, и как бы вот некоторую начальную стадию вы прошли не так, как большинство наших зрителей. Но сравнивая задним числом, вы сколько там, 10 лет прожили? 12? 13. 13. Сравнивая, допустим, вот Кремниевую долину и Атланту, где вы как бы вроде и на ноги встали, и так все хорошо. Вот для нового человека, например, как? Ну, тут как бы нет однозначного ответа, я бы сказал, потому что в Атланте, мне кажется, намного легче закрепиться и начать достаточно, ну как, выйти на какой-то хороший уровень жизни намного быстрее, потому что там жилье намного дешевле стоит. То есть люди, скажем, живущие там он и она по 15 долларов в час каждый, они уже нормально живут? В Атланте по 15. Да, ну 60 тысяч год, грубо говоря. Ну, то есть там можно жить лучше, чем здесь, однозначно. Вы жили на 30. У нас первый год 38 официальная зарплата, да, это минимум. Минус налоги, да. Да, но мы за первый год заработали 12, не было зарплатих проектов, ничего не было. 12 тысяч. 12 тысяч на двоих. То есть вам как бы в нарушение там правил всяких недоплачивалось? Да, там были свои моменты, было, да, у нас весело было. Но это в Атланте было, в общем-то, нормально. То есть, хорошо, то есть в Атланте легче как бы в силу дешевизны, да, работы много там? Работы много, особенно сейчас там много работы. То есть любой или как-то? Нет, IT много. Там сейчас же вот этот вот хаб, который Transatlantic, то есть там сейчас с компанией. На стройке там, ну где иммигрант работает? Я не знаю, как бы. Хорошо, IT много. Теперь, вот у меня такое представление Атланта, какое-то такое место, где, наверное, там может быть больше, скажем, афроамериканцев, чем всех остальных. Я могу, конечно, посмотреть там Википедии, но так чисто вот, не глядя никуда, вот такое впечатление. Там их не больше, ну там, я бы сказал, 50 на 50, там реально половина штата южная. Она одного цвета, вторая половина северная, она другого цвета. То есть как бы они не смешиваются? Они не смешиваются, они воевали совсем недавно там, очень недавно. Они все еще помнят. Если можно попасть в такие места, где на тебя будут смотреть… Вы не про гражданскую войну говорите? Вы говорите не про гражданскую войну, вы имеете в виду более поздние события? Ну да, вот там в каких-то 50-х годах еще были серьезные столкновения. Да, разногласия. Да, вот, поэтому у них… Это очень чувствуется, в Атлантии чувствуется. То есть именно среди белых или среди черных чувствуют, или это другое? Это другое. Реально, ну, в других штатах я не помню, как… Здесь точно такого нет, не чувствуешь. Там сегрегация, вот это разделение, оно есть, оно есть в головах, оно реально есть. То есть недостаточно убрать табличку там, что скамейка только для белых, оно… Нет, нет, это должны поколения пройти, они, наверное, еще не прошли. Это буквально 56-й год, да, это вот сейчас… Ну, то есть еще есть люди, которые… Я родился в 56-м году, отлично помню. Вот, да, то есть… Там это чувствуется, там реально это просто чувствуется. Вот на севере, там, где живут белые, вот крестьяне по-нашему, да, как раз на шее… Реднеки. Да, да, реднеки. Там, как бы, очень хорошо, если ты правильно… Слушайте, а вот в IT, когда работаешь, там есть, допустим, вот как у нас тут, много-много народу из Индии, или они там есть, но не так много? Много-много, там с этим все в порядке, в смысле, да. То есть, вот как тут буквально? Да, там меньше восточных, то есть там китайцы меньше однозначно, но Инди там… У меня бывает, вот куда-то приезжаешь, вот скажем, Феникс, Аризона, или там в Остине мы были в Техасе, и я чувствую, что-то не хватает, что-то не то, что-то не то… А. Вот, есть такие… То есть, у вас такого чувства там не возникло? Не-не-не-не. А мы твои вопросы задам. Светочка, только говори громко. Я не умею. Ну, скажи громко. А каким образом вообще вы пришли вот к фотографии, конкретно вот к идее этой школы? Да, то есть, были все программистами, и вдруг раз, и вот действительно… История достаточно длинная, я попытаюсь ее очень быстро, так, буквально… Фотография была хобби, когда мы здесь начали работать, мы поняли, что мы хотим что-то большее, чем просто работу на кого-то. В Америке? В Америке, да. В Атлантии. Да, в Атлантии. То есть, как бы, после того, как мы получили грин-карту особенно, это стало понятно. Обычно ждешь ее, типа, вот жизнь сильно поменяется. А потом понимаешь, что бумажка пришла, и… Это как портнов компьютер-скул. Думаю, сейчас закончу, и все. А, оказывается, надо работать. Да, да, да. Что-то делать надо. Как всегда, какие-то проекции, там, вот что оно будет, и все сразу изменится. Вот, и мы поняли, что мы хотим что-то другое. Фотография – это было очень интересно, но и осталось. Фотографии мы решили сделать в коммерческой студии, то есть, открыть… Я начал фотографировать все больше и больше просто для себя. Там, в спальне буквально эти баночки фотографировал. Ага. И мы поняли, что результаты достаточно хороши, тем более, если подтянуть. В общем, решили… А свадьбы делать вы не хотели? Свадьбы я попробовал, не свадьбы. Мне повезло. Просто ивенты другие. И я понял, что это очень стресс-фул. Да, конечно. Как-то стресс большой, потому что я, товарищ, как минимум, туда был интервертированный достаточно. Да, и сейчас скромный остался. Вот, это было очень сложно. Это совсем другая фотография. А вот, я извиняюсь, такой вопрос. У меня по ходу дела возникает. Меня ругают ребята, говорят, что ты не дал человеку сказать. Но у меня выскочило. Так-так. Мы многое попробовали. Мы когда открыли студию, зарегистрировали бизнес, работали с клиентами, локальными бизнесами. Мы работали вплоть до с Валмартом, Сименсом. У нас были большие. И параллельно мы... Сначала мы открыли, сделали свой сток веб-сайт, где продавали фотографии Джорджи и там, ну, то, что ездили. Ну, попытались. В общем, ничего там не продавалось. Потом мы уже больше стил лайф, вот это вот, всякие вещи, которые ближе оказались к нам. Мы их продавали, и они даже до сих пор там где-то они висят, там что-то 100 долларов в год там капает или 150. То есть, нет. Но это действительно можно зарабатывать. И вначале люди неплохо зарабатывали на этом. Но потом пришли ребята с России, Украины, грубо говоря, с СНГ бывшего, с очень хорошим уровнем фотографий, с очень большой работоспособностью. И низкими целями. А, цены-то там фиксированы, но там нужно много фотографий. Там нужно каждый день буквально добавлять, чтобы там свои внутренние рейтинги у этих сайтов. Если тебя покупают, то ты в поиске будешь находиться. Вот. И они реально очень сильно, например, они подняли планку, то есть очень сильно качество повысили. Казалось бы, там фотографии, вот эти микростоки особенно. Там 20 центов фотография стоит. Так там такого качества фотография, что, ну, в общем, стало сложнее зарабатывать сразу. Вот. Но мы пробовали, и мы поняли, что там нужно быть, бить не качеством, а все-таки количеством. И это неинтересно. Ну да, если тебе 500 долларов в месяц, это, например, где-то это нормальная зарплата, а, допустим, а здесь надо бы там тысяч пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый день надо постить фотографии туда. И это постоянно, это поток. Нам неинтересно, нам интересно делать более штучное что-то. Хорошо. Но вот все-таки вы были программистами, то есть вы прилично зарабатывали. И это болезненный процесс вдруг взять и уйти в бизнес, типа ли вы вместе с женой, да, занимаетесь. То есть вы должны были что, накопление создать, потом вот проедать? Или вы, вот как, как вообще? Это очень интересный момент, как люди вдруг из чего-то уходят в бизнес. Вот мы со Светой, например, когда началась эта школа, все-таки я работал фулл-тайм. И я, ну она меня ругала, что я много часов в неделю работаю, там здоровье, там подрываю и так далее. Но все-таки я первые года полтора-два я работал, я зарабатывал. А потом Света работал. Нет, я не потом. Она тоже работала. У нас было две зарплаты плюс школа. А пока я наконец ушел, все-таки вы как с этим? Ну, мы вместо, как минимум, до последнего времени, как бы накопление в Америке легко решается, наоборот. Взял и потратил? Долгами. То есть если надо, тратишь вперед этот. Вот, но если... Вот тут тоже система кредитования настолько развита, тут как бы... Вот, но это, конечно, не самый оптимальный вариант. Но он позволяет очень быстро сделать какие-то вещи, если нужно, без вопросов, как бы. На самом деле, параллельно занимался очень долго. Вот. Мы тоже, как бы, какое-то время, когда Женя получила право на работу, она пошла работать тоже. Все, потом мы как бы решили, что это неинтересно. Чем занималась Женя? Веб-дизайне. Веб-дизайне. Веб-дизайне, да. Веб-дизайне работы много вообще? Не очень. Ну, меньше, чем программирование. Ну, тем не менее, она не ходила без работы. Да, да. Работу можно, в общем... Но в Атланте, опять же, вот прелесть, когда мы поняли, что не хочется ездить там 30 минут, даже это уже было много. Там 40 час. Вот. Лучше заниматься чем-то своим. Это было достаточно безболезненно. Я и уйти с работы. И, то есть, я зарабатывал программистом в хорошей компании. То есть, веб-дизайне не получается там... Нет, нет, так не получается. Даже близко. То есть, люди, которые думают, а что лучше, вот веб-дизайне или программирование? Если в состоянии программировать, программируете. А, финансово, да. Но это склад ума нужен как-то. Да. И если можете не делать веб-дизайн, не делайте. Да. Я вышел с веб-дизайна. То есть, то, что я учил сам, это было веб-дизайном. И в Киеве как раз был веб-дизайнером. Угу. Когда я уехал сюда с хорошим резюме-программистом, я был хорошим веб-дизайнером. Вот. Но, как бы, программирование штука достаточно проста, если понимать, как все работает, да. Если знаешь веб-дизайн, что там уже осталось ничего. Если в КПИ учиться. Да. Вот. Так. Мы говорим про переход на бизнес. Да, да. Переход на бизнес. То есть, вы начали все-таки какие-то копеечки зарабатывать еще параллельно с программированием? Да. И это копеечки, а потом не копеечки. И мы, в общем-то, сначала это был именно фотографический бизнес. У нас была студия в своем доме, полностью оборудованная. То есть, мы работали с клиентами. И это все параллельно. То есть, какие-то отпуска или выходные, много лет мы не знали таких вещей. Такой вопрос. Если вы жили в Атланте, у вас был дом, у вас был бейсмент, у вас в бейсменте было все оборудовано. Да. Вы тратили на жизнь намного меньше. А что вы снились-то и вот в дорогое место поехали? Угу. Где у вас нету дома. Я не знаю, еще тот надо было продать, наверное, как-то я не хочу, вы с ним там как бы поступили. Но что вот вас... Не-не, ну как сумасшедшие. Это какой-то был зов. Это любовь, с первого взгляда. Так. То есть, вы сюда как-то приезжали? Мы приехали в Калифорнию. Сначала мы как бы объездили, как называется, East, South East, да, Coast. Ну, короче, тот побережье. Думали, что Америка, ну, знаем мы Америку уже, не были что ли там, Флорида, туда-сюда. А потом в какой-то момент то ли мы или нас пригласили сюда в отпуск. Первый раз мы в Калифорнию поехали в отпуск. И вот именно сюда, не в южную. Мы прилетели в Сан-Франциско, здесь поехали и потом доехали до Сан-Диего. Ага. И Сан-Диего уже улетели. То есть, у нас неделя была, мы увидели Калифорнию. По первому хайвей ехали. Это правильные люди. Это был снос крыши, что называется. Да. Поняли такое. Во-первых, что это такое? Это что, тоже Америка? Это был очень, очень такой диссонанс. Это другой мир, другие отношения, другие люди. Они по-другому выглядят здесь. Они по-другому говорят, хоть и на том же самом языке. Улыбаются по-другому. Улыбаются по-другому, водят по-другому на дороге. В общем, это было настолько, как вернулись, вот нельзя сказать, что назад там в Киев, но вот что-то такое намного ближе по духу к нам. Вот в Джорджии люди, они более радушные или менее, или вот открытые, или закрытые. Вот говорят, что там где жизнь попроще, там народ такой совсем душевный такой. Да, да, там очень душевные люди, очень открытые, очень радушные, очень хорошие, но вот без огонька в глазах как-то. А как они относятся к мигрантам? Хорошо, если понимаю. Вот там были моменты, когда акцент у меня и сейчас остался достаточно сильный, но тогда был совсем. Английский-то тоже толком не знал. И мы когда ездили чуть-чуть на Север-Атланты, это собственно там, где белые живут. Да, и такие простые вещи, как чай заказать было в Макдональдсе сложно, а чай это tea, 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 tea. Как сказать, tea, чтобы тебя не поняли. Я пробовал разные комбинации, я помню. Там девушка смотрит на меня, она не понимает. На бумажке написать. Не, ну мы да, я там ткнул, она, а, tea, я говорю, ну tea. Да. А, ну все так бы и сказал. Ну, так я же последние пять минут. Вы знаете, что такое ту-ти ту-ту-ту? Не. Новый русский заказал два чая в номер 222. Да, ну типа такого. Нет, там все очень-очень приятные люди, все здорово. Там мы его называем санаторий-профилакторий. Хорошо, теперь приехали вы сюда, здесь люди не такие задушевные, хотя в целом прикольные по-своему. Просто чуть позже. Чуть позже. Хорошо. Значит, и вы сказали, нам нравится ритм жизни как-то, да? Да. Дух. И климатически здесь по суше, наверное, да? Там влажно. Здесь по суше, здесь светлее, ну, больше солнца. Хотя вот в этом году я не знаю, что такое. Это у нас типичная, это нормальная зима впервые. Вы просто нормальные еще не видели. Мы приехали в 2014, там было пару дождей за весь год. Вот лет пять не было дождей нормальных, это кошмар какой-то. Всегда зима была дождливой, ну, два-три месяца. Два-три месяца. Это, конечно, более дождливое, чем обычно, но мы радуемся, когда дождь. Вижу, говорю, господи, я тоже газон поливать не давали. Мы уже камнями все выложили. Нет, там жарко, там очень жарко летом. Там влажность бешеная, ну, летом особенно. Зимой сухо, холодно. В каком смысле? До минус восемнадцати по Цельсию. У меня есть видео, когда я в бассейн залезал, при минус восемнадцати замерзший пробивал корочку и купался. Так откуда же там такие морозы-то? Бывает редко. Ну, это нетипично. Нетипично. Ну, там пару дней или там три, это все закупают там соль, сахар за неделю до этого. Друзья, вот куда из Африки, теплой, дружелюбной Африки привозили расисты, значит, ни в чем не повинных людей, которые до сих пор помнят, как жили в Африке. Ну, хорошо, значит, и вы не сразу сюда приехали, то есть вы увидели, у вас что-то кликнуло? Да, мы не сразу. Мы стали каждый отпуск ездить сюда. Каждый, то есть каждый, вот туда каждый год, потом нас стали приглашать на всякие венты фотографические, с Google Plus мы подружились, мы с Google. Вот. И в какой-то момент мы поняли, что если мы где-то хотим жить еще, то это здесь. Окей. Вот и там. Слушайте, а вот такой вопрос уже так. Вот мне, например, безумно нравится в Южной Калифорнии вот это пространство между Лос-Анджелсом и Сан-Диего. Вот это Orange County, Irvine. Вот вам там не хотелось жить? А мы выбирали, нам было все равно, где жить, потому что как раз в 2014 ушли окончательно с программской работы. Тогда, кстати, вот если по поводу как transition делали вот этот переход, я сидел на работе уже до последнего, то есть когда бизнес был намного более прибыльный, чем даже хорошая работа. Да. А все равно, чтобы быть, ну когда дети, когда это не решение, когда уже надо 100 процентов, ну или там 100 никто не даст. Вот, и мы на самом деле выбирали Южную Калифорнию или Северную. Да. Южный климат и, конечно, то, что там все вот эти Лохоя там. Это просто, просто классно. Да. Надо будет поехать там в Лохоя и просто поснимать Лохоя, чтобы ребята вообще понимали, что есть такое место. Там просто прелесть. Там люди живут на берегу океана, и это такая, там эти закаты все. А с какими лицами они там ходят? Да, они как эти все время. Ну да. Вот тогда еще марихуана не была разрешена, так они как будто все на ней. Хотя они не курят, они просто таким лицом, потому что жизнь такая. Да. Да, это правда. Вот. Но вот мы как раз посмотрели на лица и поняли, что слишком они там довольны. В Атлантии тоже все довольны. Пусть с похожим климатом. И мы подумали, что вот пока рано нам. То есть надо туда, где все голодные. Да. Вот как бы захотелось там больше челленджа. Как это? Да, да. Вызова. Вызова, да. Какого-то этого. Но есть вызов, так ощущаете? Да, да, вызов есть. Многие люди, которые живут в Кремниевой долине, если бы они занимались чем-то в онлайне, вот как вы, да, то они бы наоборот куда-нибудь в горы бы уехали, туда к озеру Тахо, куда-нибудь в лесу, какую-нибудь там избушку взяли, чтобы интернет хороший. Да. И вот ходили бы по тропам, там по озеру, и вот чтобы только не жить вот тут, а жить там, где ну какое-то такое качество жизни, вот такое ближе к сельскому, и к природе, там может на рыбалку пойти. Да. Вот. А вы как бы работаете в онлайн, а живете в таком месте, можно сказать, индустриально. У меня пришла идея вот именно о классах. А, ну, такой вопрос. Да, да, мы в отсветы берем вопрос, что почему вы вдруг стали преподавать, я могу высказать предположение, потому что у него был блог, и в блоге люди обращались, и вольно-невольно ты начинаешь учить одного, потом начинаешь другого, потом ты понимаешь, что тебе это обрыдло, и если уже учить, то сразу в группу. Да. И вот так оно… Так, был блог, где вообще все обучение, ну, собственно, я выкладывал то, чему я сам учился, совершенно бесплатно, без всякой мысли, как это монетизировать. Вот. Но в какой-то момент люди стали спрашивать, где покупать классы. Где? Я говорю, где? Вон, иди на блоге все. Он говорит, я там был. Где класс? И вот, собственно, мы подумали, что… У меня в связи с этой портнов компьютер-скул, я все время сталкиваюсь с людьми, которые… Я даже не думаю, что они именно негативные, но они так рассуждают, что… А зачем вообще кому-то там платить за что-то, когда вся информация доступна, когда можно почитать книжку, когда можно там посмотреть видео на YouTube, и кем надо быть вообще, чтобы в школу ходить, еще кому-то деньги платить? Все можно самому научиться, это правда. Просто, как бы, это какие затраты, насколько быстро. То есть, я тоже верю в то, что, в принципе, используя совершенно бесплатную информацию, можно, в общем-то, пройти весь путь самому. Я очень много информации выкладываю в open source, как бы, да, чтобы люди смотрели, если он может, просто очень многие не в состоянии собраться силы… Деньги – это мотивация. Люди почему-то… Вернее, я понимаю, почему сам, наверное, такое в чем-то. Если это что-то бесплатное, ты не ценишь это так. Ты отложишь. Ну, окей, там, когда-нибудь завтра посмотришь. Если человек платит деньги, он, во-первых… Ну, это стимул. Это стимул, как бы, выучить. Я же заплатил. Ну, чего же ты… Больше заплатишь, больше стимул. Вот, это, кстати, очень четко работает. Вот, то, что дороже стоит, там, почему-то результаты лучше. Даже если вот взять просто сплит-тестинг по цене сделать, да, как бы… 10 долларов, то же самое за 100. Ну, продать разным группам людей. У тех будет лучше результат. Я с женщиной беседовал, которая… Я забыл, как называется… В общем, нетворк-маркетинг, они там еду всякую продают. Типа худеют, там… Я забыл, как называется, конторы. Вот. И она говорит, ты знаешь, чем больше чек заплатил… Вот, то есть, может быть, там, то, что ему дали, была такая же трава, как можно купить там в 10 раз дешевле. Но когда он… Он не верит, что за дешево можно излечиться. Вот. А вот если с него больше взять, то у него, значит, излечение происходит лучше. Даже если взять за тот же самый химический состав, как бы. Ну, плацебо, аффект, да. В финансах тоже получается работать. Да, да. Ну, мотивация. Мотивация, да. Ну, что же, хорошо. Свет, я думаю, что мы уже замучили там, человек, вопросами. Давайте вот что сделаем. Мы такую жизненную историю на этом закончим. А дальше, вот если какой-нибудь праздник будет, дело в том, что здесь ребята праздники проводят. Вот, что у вас тут за последний был праздник? Алиса. Алиса в стране чудес. Давайте я тут покажу какие-то элементы. Разгром уже после Алиса в стране чудес, конечно. Да. Вот через этот вход они проходили сюда внутрь. А там темно, видите, там не просто так. Там темно, там грот такой. И вот этот знак тут стоит. Я был впечатлен, я когда пролезал, я тоже пролезал вот тут, вы что думаете. Я пролезал, и вот тут такой знак. Страшное дело. Вот. В чем состоял праздник? Они бесчинствовали, дети? Это было для взрослых. А, для взрослых? Это все взрослых. Я думал, 50 человек детей были. Нет, это совершенно взрослая пати. Там у нас вон кальяны стояли и до сих пор, возможно, стояли. Они с собой приносили, что ли? Кальяны? Да. Ну вот, да. Вот это вот у нас была кальяна. Вот это, на коврах. На коврах, да. Но ковры-то они сами хоть принесли, или это ваши все? Нет, нет. Приносили... Абстракт... Абстракт не меня. Ну вот, да, разные тут. Вчера, потому что мы их забрали. Ой-ой-ой. Мы не гуляли. Но это была, кстати, фото-пати и видео тоже. Вот я могу показать чуть-чуть то, что мы нафотографировали. Так. А это у вас какой-то... Гадали. 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 Ааа. Профессиональные ведьмы. Так. Которые совершенно профессионально гадали. И даже очень... На хрустальном этом шарике. Да. Все здесь, все по-серьезному было. Так. Фонарь. Дом, улица, фонарь, аптека. Смотрите. Да. Вот и Йорик даже. Бедный. Бедный который. Бедный Йорик. Ой. Да. Да. Богатые Йорики они в другом месте. Так. Ну что же. А это вот это пользовались сервизом или он декоративного качества? Для фотосессии. Что было? Для фотосессии. Ааа. Для фотосессии. Да. Смотрите, друзья, какие тут у них лампы стоят. И они светят ярко. Вот на... А на этом фоне вы тут фотографируете, да? А белая ткань? Там простыня. Подвинули пока. Понял. На этом мы сделали 360 Rotation. Здесь на самом деле вот эта платформа. Ее включаешь. И она крутит человека. И мы сейчас сотрудничаем с компанией Capacity. Которая... Что они делают? Можно встать. Можно предмет поставить, на самом деле, маленький, вплоть до ювелирки. А можно себя. Ага. Покажи. Интерактивно. Это можно крутить онлайн, когда управляешь прощением мышкой. Я могу прям показать. Вчера... Я понял. Понял. Такая панорамная съемка получается. Очень интересная технология. Понял, понял. Огрот. Это нора кроличей. Кроличья нора. Это вы ее сами тут бумагой создали. Да, да. Боже. Но кролики воспитали в собственном коллективе. А вон кролики сидят. Так. Можно посмотреть. Где кролики? Так. Чуть-чуть кроликов. А ты участвовала в партии? Угу. Тебя не пустили. Там только взрослые были. Вот у нас такие кролики. Вот это мы как бы все это дело фотографировали. Так, друзья. Посмотрите, сколько... Вот эта вот камера. Вот она немножко упала вчера. А где та, которая 30 тысяч? Вот это она такая. Че правда? Это Хасаблад, да. Могло бы и побольше быть за такие деньги-то. Так куда ж уже побольше? Уже тяжеленные как танцы-то еще. Так. Где кролики? Вот это как бы, да, вот все фотографировалось. Ну, часть фотографий здесь. О, какие у вас? Ага. Ага. Какие? Где кролики? Нет, они кролики. Ребята. А? Какие? В общем, тут всякие интересные фотографии. Может надо вынести на обложку? Вот это вот... Меня кто-то узнает или нет в таком обличье? Вот были мы тут такие... Это вы семейная пара фактически? Да, семейная пара. Ну чем не... Нет, ну вы так еще глазки сделаете? Ага, это программист. Говорит. Вот. А вот кролики, кстати, да. Вот кролики. Так. Живые кролики? Да, живого. Кто-то принес живого кролика. Мы даже не помним кто. Вот, друзья, как с животными здесь строго. Да, вот так тут строго. Кролик должен быть доволен. Если бы он был недоволен, то могли бы нас, конечно, поругать. Да. Хорошо, кто это фотографировал. Я даже не знаю, кто это фотографировал. Понял, понял. Ну что же, хорошо. Тут у вас камеры. Вот там, смотрите, вот там камера вот висит. Прямо я когда проходил, она мне в затылок светила, и я увидел плешь. О, ужас. Да, я увидел плешь, которая спроецировалась вот на этот монитор здоровенный. Сейчас я попробую. И спасил себя, чья это плешь. Но потом, в общем-то, сообразил. Сейчас покажу. Это чего? Это вот то, что я говорил, это то, что мы делали. А что за процент? Ой. Вот, его можно крутить. Ну, грубо говоря, продаем шляпу, или целиком меня. Ужас такой. Это хорошо для покупок онлайн. Да, но вот такие вещи мы тоже делали, например. Вы покажите что-нибудь. Колечко. Да, колечко. Достаточно дорогое колечко. И тоже. А по чем вещь? А это, ну, наверное, тысяч тридцать, я не помню. Да вы что? Да. Что реально там бриллианты? Ну, вот это бриллианты все. Это компания Yeldesign здесь местная. Наш партнер. Они приносили вещи там по сто тысяч долларов в колье. Но там, правда, бриллиантов совсем-совсем много было. С охраной ходят или так? А, с большим пистолетом, да. Возможно. Да. Ну, что же. Ладно, давайте мы тогда, значит, эту тему в завершение. Вот, кстати. Мы скажем, что... А, да. Вот это нас, друзья, сзади показывают. Я вот, видите, нога поднимается. Это моя нога. Вид сзади. Вот. Нога моя. Сейчас нас тут поднастроят. Так, 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 так. Ну, немножко, да. Вы видите часть моей тушки. Вот. Тут возле аппарата. Изощренно. Вот, смотри, как. Раз, камера, раз. Камера, два. Это вспышка. Так. А такие маленькие... Такие... Не поймешь чего. А, микрофончики. А, микрофончики. Которые лавесы. Понял. На них удобно. А этот тоже такой микрофон направленный, да? Это супган, да. Это супган. Ага. Ну, хорошо. Давайте мы тогда до партии соберемся. У вас тут микшер. Да. Да. Вот работает микрофончик даже просто. Отлично. Отлично. Все. Давайте мы так, Женя, идите сюда, сгрудьтесь на пятачки. Итак, помашите нашим зрителям и скажите пока. 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 Пока.